Вчера стало известно о резком ухудшении состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Согласно последним данным, фигурист находится в реанимации коммунарки. К сожалению, на сегодняшний день хороших новостей о Романе нет, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. У 45-летнего спортсмена диагностирована левосторонняя пневмония, грипп, а также сепсис. Жизнедеятельность Костомарова уже около суток поддерживает аппарат, насыщающий кровь кислородом. По нашим данным, накануне фигуристу была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. Температура сейчас 37,8. Из-за пневмонии развелась дыхательная недостаточность. Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных, сообщает источник. По поводу самочувствия фигуриста высказывались также коллеги Костомарова, отмечая, что пока рано говорить об улучшениях. Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что все будет хорошо, сейчас его переводят в коммунарку, делился с журналистами Илья Авербух еще вчера. Болезнь фигуриста также комментировал его отец. Сказали, Романа переводят в коммунарку. Наверное, ковид. Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, мол, его подключили к вентиляции легких. Это кошмар, сетовал Сергей Костомаров. Ранее появлялась информация о том, что незадолго до болезни спортсмен выступал в ледовом шоу в Ногинске, где температура опустилась ниже 25 градусов. Главный пульмонолог Центрального федерального округа страны Андрей Малявин объяснил, мог ли Костомаров заболеть из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за низкой температуры страдает мерцательный эпителий, выстилающий бронхи. Его активные движения способствуют самоочищению дыхательных путей. Если эта функция нарушается, в том числе из-за низкой температуры, а в организме есть патогенные микроорганизмы, способные вызвать пневмонию, то они получают более благоприятные условия для развития болезни. В том числе, это может способствовать более тяжелому течению инфекции, отметил специалист в интервью АЕФ. Субтитры создавал DimaTorzok